Вроде как более-менее симпатично, но, к сожалению, опять же хочу заметить, это только снаружи. Реальность ситуации такова, что город не может потянуть в данном случае тот объем, на который рассчитан. Рассчитан он примерно на объем Харькова. У нас, к сожалению, таких средств нет. Поэтому я думаю, что в любом случае мы будем применять данный объект как приют для бездомных животных. Ну, конечно, не в тех объемах, которые есть. В пятницу состоится сессия, на которой будет отчет депутатской комиссии по поводу того, каким образом мы будем использовать данное помещение. Ну, как я вам уже говорил на нашей пресс-конференции, мы в любом случае используем данный объект. В любом случае в программе у ДжТХ и в бюджете 2015 года предусмотрено порядка 250 тысяч гривен. Мы идем цивилизованным путем, то есть мы будем применять технологии, которые применяются во всем мире, это стерилизация животных. Здесь будут делаться операции, соответственно, будет процесс реабилитации, после этого будут выпускаться животные уже на волю. Другого пути у нас, к сожалению, нет. Мы понимаем, что размещать здесь, во-первых, нецелесообразно и очень дорого. То есть содержание одной собаки, я не могу сказать вам сейчас цифру, но это достаточно много и бюджет города реально его не потянет. Поэтому я думаю, что тот путь, который сегодня у нас есть, я думаю, он правильный и, соответственно, исходя из этого мы будем двигаться по намеченному плану. Ну, вот вкратце, наверное, так. Давайте теперь посмотрим, что у нас здесь есть. Я, насколько вы помните, наверное, исходя из программы 2010 года, как кандидата в мэры города Никополя, однозначно, одним из пунктов моей программы был приют для бездомных животных. И когда городская власть в лице тогдашнего мэра заявила о том, что мы его построим, я точно так же, как и другие депутаты городского совета, действительно был этому рад. Мы голосовали все за это решение. Но, к сожалению, знаете, можно начать, а вот не довести до конца, и это бывает очень часто. Поэтому в данном случае, как сказал в начале, это действительно долгострой. И проблема не в том, ну, наверное, ответы вы знаете, те, которые описали и предыдущий мэр, и у ЖКХ сегодня пишут о том, что проблема в том, что не поставили его на баланс, не зарегистрировали в БТИ. На самом деле это не проблема. Проблема заключается в том, что мы не можем его использовать в том объеме, который есть. К сожалению, в бюджете города невозможно найти такие суммы. Поэтому, как я уже озвучил, тот путь, который есть, мы им будем следовать. Пожалуйста. А сколько надо, извините, на его содержание сколько надо? В полном объеме, что у него собак нет, но вообще можно же другие города подключить. Знаете, другие города, к сожалению, в данном случае невозможно, потому что это коммунальное предприятие именно Никопольской громады. Но содержание такого, именно вот такого приюта, который есть, это порядка 5 миллионов гривен. Вы сами прекрасно. Вот, конечно, в год. Соответственно, однозначно у города таких средств нет. Понятно, будем богаче, город будет богаче, может быть, возможно, будем применять его. Но я уверен в том, что на сегодняшний момент, к сожалению, это невозможно. А как будет использоваться? Ну, если вы меня слышали, в самом начале выступления я сказал о том, что в пятницу у нас сессия, соответственно, на сессии будет заслушан отчет депутатской комиссии и будут даны рекомендации, каким образом мы будем использовать в дальнейшем данные помещения. Однозначно будет использоваться админ корпус, однозначно будет использоваться порядка 10 вольеров, которые есть. Это для того, чтобы начать то, что мы задумали, и для того, чтобы уже реализовывать программу, которая намечена. Опять же, порядка 250 тысяч мы предусмотрели, в принципе, на год. Но я думаю, что если процесс пойдет, и у нас все получится, то, соответственно, по итогам первого полугодия мы будем пересматривать бюджет. Соответственно, мы в любом случае предусмотрим большую сумму, в связи с тем, что вы понимаете, что когда готовился бюджет, это были цены 2014 года. Соответственно, сегодня выросла стоимость и стерилизации животных. Ну и, соответственно, исходя из этого, будет корректировка, и мы будем увеличивать отчисления, предназначенные на данную программу. Пожалуйста. А, кстати, сколько стоит стерилизация? Ну, я перед этим вам сказал, что я, честно сказать, я не взял документы. Есть такая информация, я могу вам предоставить ее. По вашему запросу мы дадим распечатку, именно уже калькуляция себестоимости. Может быть, кто-то из руководителей ответит? Ну, в принципе, могу добавить. Я являюсь заместителем директора жилищно-технической инспекции. Это наш участок работы, который определила городская власть о том, что коммунальное наше предприятие будет заниматься этим видом деятельности. Мы начали это производить, в жизнь претворять это с первого числа этого месяца. Как вы видите, мы уже более-менее наводим порядок и стремимся к тому, чтобы этот участок работы именно выполнял свою роль, для чего он и делался, в принципе. По этому объекту это для нас новый ручей, новая работа. Мы поехали, руководитель нас отправил в командировку в Харьков. Мы посмотрели очень серьезный подход как города Харькова в отношении бездомных животных. Очень хороший, очень скрупулезный и достаточно финансирования. Но это город, конечно, Харьков. Мы, естественно, будем выполнять работы по тем объемам, которые у нас позволят финансирование. И в дальнейшем, естественно, будем стремиться к тому, чтобы этот процесс не останавливался. Потому что это широкая программа работы, исходя из переданного нам опыта с города Харькова. Это и те животные, которые находятся и в квартирах, в жилых домах. Это все подвязывается. Это не только бездомные животные, которые находятся или бегают там без ошейников по городу, по улицам и так далее. Это широкая, серьезная программа, которой нам необходимо заниматься. Ну, это очень важный момент. На данном этапе мы видим, что на данном этапе мы еще не получили на баланс это сооружение. Мы вот, если примет решение, мы получим на баланс. Ну, я бы говорю, по коммунальному предприятию. И дальнейшее будем уже эксплуатировать в части по назначению. Когда пойдет уже финансирование. Какие вопросы? А скажите, административные здания и вот эти здания, они в принципе в том состоянии, в котором сейчас пригодны для использования? Ну, я бы сказал, недостаточно. Если сказать административное здание хотя бы где-то, ну, ближе к этому, чтобы выполнять свои функциональные обязанности, то если смотреть, то вот на эти сооружения, которые как бы делались для бездомных животных, ну, они, во-первых, неправильно сделаны и не до конца сделаны. Будем так говорить. А почему неправильно? Неправильно, потому что, ну, сооружение по опыту, опять же таки, где мы были в командировке в Харькове, там строение капитальное. Почему? Потому что животные, особенно собаки, вот если они будут, они будут, естественно, вырываться, грызть и так далее, будут, естественно, ну, страдать от тех условий, где они находятся. Вот. То есть, ну, я вижу это так. И мы предоставили еще, Андрей Петрович, мы предоставили информацию, фотоотчет нашей поездки, где можете показать, посмотреть, как там, в принципе, это происходит. Очень серьезно и хорошо. Я думаю, что мы предоставим журналистам фотографию, фотоотчет по Харькову. В любом случае, я хотел бы добавить еще несколько слов. Процедура, которая будет и которая, в принципе, исходя из опыта Харькова, животные не только будут реабилитироваться, здесь реабилитация после стерилизации, но в любом случае мы будем работать с громадскими организациями. Для того, чтобы основная масса животных, которые по опыту Харькова, основная масса идет именно к жителям, жители забирают. Поэтому, в принципе, основной задачей будет не только стерилизация животных, но и нахождение им, для них, уже, как говорится, семьи. То есть, вот таким путем будем пытаться идти. И в этом отношении, что мы здесь будем в любом случае рассматривать эту площадку для выгула животных. И, естественно, они не только должны быть находиться в закрытом помещении, естественно, они должны прогуливаться. И, естественно, как Андрей Петрович сказал, мы будем предлагать тех животных, которые прошли стерилизацию, которые здоровы и могут находиться с людьми, тех мы будем предлагать населению. Пожалуйста, берите. Ну, они обязательно будут зарегистрированы в общую базу данных по животным города Никопада. Бесплатно берите. Ну, это все зависит от... Бесплатно? Ну, конечно, оно оказывает. Не, бесплатно, конечно. Единственное, мы будем за паспорт, я так думаю, что какие-то платные услуги предприятия должно как-то жить и выживать. Какие-то платные услуги, естественно, мы будем предлагать, будем выносить их на общественное мнение, то есть на обсуждение. Я думаю, что поторопился, Иван Анатонович, никаких платных услуг в данном случае не будет. Это будет однозначное мое мнение. Не за паспорта, если они будут, соответственно. Я думаю, что в данном случае мы, наоборот, должны быть довольны тому, что люди забирают их. Поэтому здесь уже, я понимаю, опыт Харькова вам говорит об обратном, но я думаю, что здесь однозначно позиция должна быть одна. Никаких платных услуг. Платные услуги, возможно, если, допустим, человек, у него находится животное в доме, и он хочет его стерилизовать, то, конечно же, соответственно, предприятие будет выполнять платные услуги. Это нормальное явление. То есть те затраты, которые несутся, то однозначно коммунальное предприятие должно в данном случае покрывать. Ну а какой-либо прибыли или каких-то либо паспорта, однозначно позиция, я думаю, это не только моя, но и горожан этого не будет. А как будут чиститься эти вольеры, если сок заканчивается сразу за стеной? Техническую сторону, извините, я не могу сказать вам. Мы сначала увидим, я еще не видел проектного решения, честно, я его не видел. Когда мы его получим с объектом, тогда мы можем уже о чем-то говорить, потому что мы видим это пока все визуально. Мы еще до конца не знаем, где заложены как трубы, как коммуникации заложены и так далее. То есть мы это увидим только исходя из проектного решения. Какая хорошая у нас встреча. На самом деле вы задаете такие технические вопросы, которые на самом деле уже должны были бы по идее подготовлены быть. В данном случае процесс идет, но я понимаю, что готовность минимальная. Даже спора нет. Понимаем, что мы только на начало пути. Я же говорю, мы зашли только с первого числа сюда и мы начали на воде. В первую очередь мы начали с порядка. А что надо коммуникации прикладывать? То есть он заканчивается, а на куда-то коммуникации? Мы вас пригласим на техническую сторону обязательно, как экспертов в технической стороне. Но это все в проектном решении. Мы сначала увидим, что здесь предлагалось в проектном решении. И только после этого, естественно, будем смотреть, что в конечном итоге выполнено и соответствует оно или нет. То есть только тогда мы сможем это увидеть. Если планировалось просто вымывать сюда, то это будет вообще невозможно. Ну, я думаю, что будет второе, мы как раз находимся возле очистных сооружений, соответственно, будет второе очистное сооружение. Западе появится. Да, похоже, не будет. Конечно, жалобы будут абсолютно верно. Я думаю, что есть какие-то решения, в любом случае был проект. Соответственно, исходя из того, что есть проект, однозначно было как-то, ну, определено, каким образом это делается. Ну, к сожалению, мы имеем уже громады, имеют то, что уже есть. Поэтому, исходя из этого, мы будем использовать то, что есть. Ну, может быть, какие-то модернизационные вещи однозначно, конечно, будут делать. Пожалуйста, еще, может быть, вопрос. Перспектива. Ну, за 3-4-5 лет всех собак стерилизуем, и, естественно, они исчезнут с наших улиц и раздадим. Как дальше можно будет использовать? Ваши слова, на самом деле, Богу в уши. То есть, честно сказать, было бы неплохо, если бы вот так вот произошло. Ну, за 5 лет, давайте посмотрим, что будет через 5 лет. Я уверен, вот хотелось бы, чтобы действительно так и было, но в любом случае, ну, это процесс естественный, все равно будут приходить животные с других районов, с других городов. Миграция все равно какая-то определенная идет. Кроме этого, мы знаем все, что бывает, что люди просто выбрасывают своих животных, да. Соответственно, исходя из этого, все равно животные будут существовать. Я знаю, в Харькове у них уменьшилась популяция собак, но увеличилась популяция кошек. То есть, тоже какая-то такая интересная ситуация. Ну, дай Бог, чтобы оно заработало, и действительно, вот то, что вы сказали, у нас действительно произошло. За 5 лет мы навели порядок именно с бездомными животными. Я, ну, очень хотел бы этого. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!